Добрый день, уважаемые слушатели! Как меня хорошо слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Спасибо! Я вижу, что у нас в чате уже новогоднее настроение. Я тоже, в свою очередь, поздравляю вас с наступающим Новым годом, с наступающими праздниками рождественскими. Ну, у нас пока еще в Директ-Академии настроение рабочее, еще два вебинара, сегодняшний и завтрашний. Так что мы пока еще с вами поговорим о всяких интересных делах. Как всегда, перед тем, как начать вебинар, представляю две важные ссылки, которые расположены в самом начале чата. Первая ссылка ведет на наше интерактивное расписание, в котором вы можете зарегистрироваться на все вебинары оставшегося учебного года. Теперь это практически весь 2018 год. Прошу прощения, не весь, а до июня месяца. Вторая ссылка ведет на наш учебный видеоканал на YouTube. Все записи вебинаров, абсолютно все вебинары у нас записываются, и записи вебинаров выкладываются на YouTube. Этот вебинар тоже записывается, и его запись появится в течение непродолжительного времени, где-то сегодня-завтра появится на этом канале. Так что подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе событий. Ну и давайте я вам представлю следующие наши вебинары. Следующие два вебинара, как обычно. Вот эти две ссылки в чате ведут на наши следующие вебинары. Один из них состоится уже завтра. Это будет наш последний предновогодний вебинар. Проведет его Татьяна Телегина. Будет он называться PowerPoint. Приемы быстрого создания качественных презентаций. Это вторая часть вебинара, первая часть которого состоялась 22 декабря. Ну и следующий вебинар уже... Я начинаю уже анонсировать вебинары, которые состоятся после новогодних праздников. 10 января Иван Травкин, замечательный специалист по онлайн-обучению, по обучению вообще, по проблемам образования вообще, проведет вебинар под названием «Программирование образовательной среды». Ивана всегда слушать очень интересно, поэтому тоже приглашаю вас на его вебинар. Ну что ж, теперь начнем наш, собственно, вебинар сегодняшний. Сегодняшний наш вебинар – это последний из четырех вебинаров, из серии вебинаров про учебное видео. Называется он «Записываем учебный видеоролик сами». Это та самая операция, которая в большом кино называется «Продакшн». То есть, собственно, основа всей работы. Ну, основа по продолжительности и по важности, может быть, это и не самое главное, как я уже говорил, иногда подготовка материалов, то есть «Продакшн» важнее самой записи. Тем не менее, без записи, разумеется, не может быть никакого конечного результата. И сегодня мы о ней и поговорим. Рассмотрим несколько инструментов, несколько бесплатных инструментов, один платный, и посмотрим, что с этим совсем делать. Как я уже говорил на прошлом нашем вебинаре, вот, если пользоваться терминологией «большого кино», все производство видео, оно состоит из трех этапов. «Предпродакшн», «Продакшн» и «Постпродакшн». «Предпродакшн» – это подготовка к записи, подготовка материалов, вообще всяческая подготовка, все, что делается до записи. «Продакшн» – это, собственно, сама запись, и «Постпродакшн» – это то, что происходит после записи, до выпуска готового продукта, ну, в частности, монтаж. Вот вопросы монтажа мы с вами рассматривать не будем, это вопросы уже достаточно серьезные. Я их рассматриваю, как правило, на своем курсе, который называется «Учебное видео. От идеи до воплощения». А вот вопрос «Продакшн» – его вполне можно рассмотреть на одном вебинаре, поэтому мы как раз этим сегодня и займемся. наш основной вид или тип видео, который мы будем рассматривать, это скринкасты, то есть запись с экрана, с комментариями автора учебного видео, и, возможно, с какими-то дополнительными действиями, которые то, что происходит на экране, поясняют специальным видеорядом. Я не буду возвращаться к моменту, почему именно скринкасты нас интересуют в первую очередь. Ну, скажу лишь только одно в пользу этого вида видео, то, что это один из самых демократичных, с одной стороны, а с другой стороны, один из самых эффективных видов учебного видео. То есть это то, что мы с вами можем сделать сами, не обращаясь к дополнительным специалистам, таким как дизайнеры, программисты, специалисты в каких-то других областях, специалисты в других областях, работники студии, режиссеры и так далее. Здесь вы должны быть сами для себя и сценаристами, и режиссерами, и исполнителями. Но в пределах этой технологии это все вполне можно сделать. Как вы помните, на прошлом вебинаре, те из вас, кто был на прошлом вебинаре, узнали, как подготовить материалы для записи скринкаста. Ну, а сегодня мы займемся, собственно, записью и изучим несколько инструментов. Первый из этих инструментов... Инструменты эти, как платные, так и бесплатные, все очень похожи друг на друга, ну, потому что и функционал у них примерно один и тот же. Но удобно этот функционал изучать, например, на таком инструменте, как скринкастоматик. Скринкастоматик — это... Вот его... Ссылка на него приведена в презентации. Напоминаю, что в презентации будет некоторое количество ссылок. Кому они интересны. Сейчас не имеет смысла прямо сейчас заходить и смотреть. Скачайте, пожалуйста, презентацию из раздела ресурсы и используйте эти ссылки потом. Инструмент этот очень интересный. Он достаточно уже популярный. Ему достаточно много лет. Он долго развивается. Это некоторая такая смесь сервиса и программного обеспечения. Почему смесь? Потому что это все-таки нечистый сервис. В тот момент, когда вы первый раз к нему обращаетесь, он предлагает вам скачать небольшую программку, которая потом в фоне запускается, фоновую программку, которая, собственно, и осуществляет запись. У него есть и много других возможностей. В частности, облако, облачный сервис, на который вы можете разместить ваши ролики. Поэтому это все-таки не чистое программное обеспечение. Это скорее больше сервис. Ну и вот на его примере давайте все и посмотрим. По этому инструменту у меня достаточно много учебных материалов. Два последних ролика я сегодня вам покажу примерно общей длительностью 10 минут. До этого я записывал несколько лет назад более подробный видеоматериал примерно на 5 учебных роликов. А здесь будет представлен материал, который опишет обновление данного инструмента. Но, однако, его можно использовать и как самостоятельный материал. Те же, кто хочет посмотреть более полный материал, заходите на мой учебный портал. На ютубе мой личный уже в данном случае. И смотрите там ролики. Там есть более продвинутые функции. Выполняются объясняются более более подробно, чем в этих двух роликах. Итак, мы заходим на наш на наш сервис ScreenCastOmatic и на самой главной странице все можно сделать прямо с главной страницы. И здесь мы можем сразу, не регистрируясь. Да, я совсем забыл сказать, что ScreenCastOmatic вполне можно, несмотря на то, что у него есть платные планы, его вполне можно использовать как бесплатный сервис. ну и для того, чтобы им воспользоваться, в принципе, не надо даже регистрироваться. Хотя регистрация может помочь вам потом использовать его в качестве облачного сервиса для хранения роликов. можно просто нажать сразу вот эту кнопку Start Recording. Мы попадаем на вот такой вот экран и прежде чем нажать на кнопку окончательно запускающую запись, вот эту вот кнопку Launch Recording, нам надо выставить язык. К сожалению, русского языка у ScreenCastOmatic нет и это большой недостаток. Об этом мы чуть-чуть попозже с вами поговорим. Но надо выставить хотя бы английский, потому что по умолчанию в России не всегда выставляется английский язык. Часто мы можем там видеть либо испанский, либо португальский. Не знаю уж, по какой причине это происходит. Но вот надо сменить язык интерфейса, иначе мы потом вряд ли сможем работать. После того, как мы здесь выставим значение US English, можно смело нажимать на кнопку Launch Recording. Как я уже говорил, в самый первый раз нам будет предложено скачать маленький файлик сам рекордер, который осуществляет работу. Ну, а после этого будет все это происходить в фоне. После того, как мы нажимаем на эту зеленую кнопку и после скачивания вот этого маленького программного продукта появляется вот такое изображение, вполне-таки стандартное, почти для всех рекордеров. Потом мы его будем в той или иной степени встречать в разных продуктах. Быть может, по-разному будет выглядеть интерфейс, но настройки почти везде одинаковы. Итак, самая главная настройка это вот эта вот область, которая в данном случае помечена такой прерывистой линией. Эта область говорит нам, какую именно часть экрана, какая именно часть экрана будет подвергаться записи. удобно записывать только часть экрана. Иногда приходится записывать полный экран, но если есть возможность записывать часть экрана, лучше записывать часть. Помните, я на прошлом вебинаре вам говорил, что для записи ущебного видео вам хорошо бы иметь большой экран, как минимум Full HD. Вот именно для этого, чтобы иметь возможность записывать часть экрана в качестве видеоролика, остальную часть экрана использовать в качестве дополнительных каких-то, чтобы там располагались дополнительные элементы, например, вот элементы управления, либо располагался какой-то файл со шпаргалкой, с записанными тезисами, которые вы будете озвучивать, либо какие-то дополнительные файлы. В любом случае вот эту часть экрана, которую вы будете записывать, либо весь экран, все это надо выбрать. И вот этот контур как раз и служит для того, чтобы выбрать часть экрана. Вы можете просто потянуть за вот эти уголки с тем, чтобы изменить этот контур. Но лучше, конечно, выбрать какое-то из стандартных разрешений. Если вы собираетесь потом использовать ваше видео на YouTube, лучше выбрать любое из разрешений соотношением сторон с 16 к 9, то есть широкий экран. Собственно, это мы проделаем чуть позже. А пока хочу сказать, что все настройки располагаются вот здесь. Плюс есть некоторые дополнительные настройки вот в этом колесике, но они не такие важные, их можно на первый раз опустить. Ну и конечно в любом рекордере есть вот такая вот большая красная кнопка рекорд, которая означает, что после нажатия на нее происходит собственно запись. Соответственно, все настройки надо сделать или желательно сделать до начала записи. Что это за настройки? Давайте посмотрим. Первая настройка это выбор источника звука. Источника изображения, прошу прощения. Откуда мы берем видеоряд? Тут есть три выбора. Первый это запись экрана, второе это запись с веб-камеры и третий это запись и оттуда и оттуда. В этом случае запись с видеокамеры будет помещаться в правом нижнем углу вот здесь вот вашего результирующего изображения. Ну дело конечно если вы пишетесь с веб-камерой это уже получается скорее не скринкаст а такая псевдо студийная запись этот вариант для нас является вспомогательным. А варианты один и три вполне рабочие и тут больше зависит от вашего настроения и ваших установок. Хотите вы писать себя вместе с вашим скринкастом или нет. Это не всегда оправдано. Ну например я не очень люблю писать себя свое изображение вместе со скринкастом. На мой взгляд это немножко отвлекает. Вот в отличие от вебинара где изображение спикера является достаточно обоснованным. В данном случае мне кажется это не очень хорошо. Но дело вкуса как я уже сказал. И нажимая на одну из этих трех кнопок вы выбираете источник видеосигнала. Далее самое интересное это выбор источника звука. Видео выбрали теперь надо выбрать звук. И соответственно настроить его конечно. Самое главное в выборе звука. Да вот здесь заключена самая главная неприятность скринкастоматика связанная с тем что названия микрофонов которые присутствуют в вашей операционной системе отображаются если эти названия написаны по-русски отображаются вот такими неприятными символами. Ну к счастью как правило в названии микрофона содержатся некоторые английские символы и по ним можно понять какой микрофон выбрать. Вот в данном случае я выбираю один из своих микрофонов например вот этот штатный это вот это мой микрофон с моей гарнитуры и с ним дальше работаю. Обращаю ваше внимание что вы даже можете не знать что у вас есть несколько микрофонов. Во-первых вообще говоря на компьютере с которого производится запись наличие нескольких микрофонов является скорее правилом чем исключением. Ну вот смотрите например если вы пишите что-то с ноутбука то встроенный микрофон как правило существует на любом ноутбуке но писать с него не так здорово лучше иметь внешний микрофон. Кроме того обращаю ваше внимание что ScreenCostomatic в качестве микрофонов рассматривает не только готовые микрофоны реальные реально существующие микрофоны которые есть на вашем компьютере но и любые микрофонные выходы которые существуют на вашем компьютере. Вот например на моем компьютере есть еще два микрофонных выхода вот я их помечу вот они это микрофонные выходы с звуковой карты на передние и на задние панели моего компьютера. так что какой-то да ну и еще надо иметь ввиду что часто микрофон существует прямо встроенным веб-камеру вот и так вот из четырех микрофонов я выбрал один и им дальше буду пользоваться следующий выбор который надо сделать это размер вашего вашего экрана экрана для записи как я уже сказал размером можно управлять при помощи вот этих вот движков по краям области но при этом вы будете получать произвольную область а произвольная область для записи это не всегда хорошо во-первых вы не сможете тогда выдерживать точно стандартное соотношение сторон а это не всегда плохо это означает что при воспроизведении стандартных плеерах таких как плеер youtube у вас будут черные черные места свободные то ли сверху то ли по бокам то есть область воспроизведения будет не оптимальным образом занята поэтому лучше выбрать одно из разрешений стандартных я вам предлагаю всегда выбирать разрешение 720p оно это разрешение 720 точек по вертикали соответственно 1280 точек по горизонтали это разрешение ну для большинства случаев достаточно ну а если если его недостаточно если есть мелкие детали то надо выбрать фулл скрин то есть запись полного экрана однако если вы делаете такой выбор вы должны понимать что эти мелкие детали не всегда хорошо будут воспроизводиться то есть если вы делаете скринкаст которым вам жизненно необходимо делать запись во весь экран то и смотреть его надо будет во весь экран то есть люди которые будут вас смотреть например на ютюбе будут вынуждены включить воспроизведение на весь экран и только тогда они будут в состоянии понять что вы там показываете ну в любом случае это ваш выбор и от вашей практики будет зависеть что вы там выберете но я вам сказал какое я предпочитаю делать выбор 720p в этом случае разумный компромисс между показом мелких деталей и общей компоновкой вашего кадра происходит ну да это в основном это все здесь вот в этой строке вас предупреждает что ваша запись будет до 15 минут это ограничение бесплатной версии но однако для записи скринкаста как мы уже говорили в прошлый раз этого вполне достаточно напомню что оптимальная оптимальный размер скринкаста 4.7 минут вот так что это ограничением собственно особо не является есть одна еще есть еще кое-какие настройки но о них собственно говорить не будем они более более тонкие и не такие важные итак мы нажимаем на нашу кнопку записи после произведения вот этих вот настроек и попадаем вот такой экран 1 2 3 1 2 3 go после этого начинается то есть вас предупреждают некоторое время после этого происходит начало записи и начало записи как с микрофона так и с видео в процессе записи вы можете делать некоторые остановки начинать либо предыдущий предыдущий кусок записи стирать начинать заново либо просто продолжать вашу вашу запись это такая замена простая замена операции редактирования файла которого в скринь кастоматике нет ну и наконец записать результат вы можете либо в видеофайл на вашем компьютере либо на облачный сервис скринка автоматика либо напрямую на youtube если у вас там разумеется есть канал на youtube ну и при записи вашего файла при рендеринге скорее запись мы уже произвели а это уже сохранение результата вас просят о формате файла о том как назвать этот файл в какой папке его расположить подсвечивать ли курсор и так далее ну и возможно также сохранение в облако либо сохранение на youtube сейчас мы об этом поговорим для закрепления чуть-чуть чуть-чуть подробнее давайте посмотрим два моих ролика которые описывают вот то же что я вам сейчас сказал но уже в движении добрый день дорогие друзья меня зовут Павел Калиников и сегодня мы рассмотрим сервис для записи видеороликов Screencast-O-Matic уже прошло почти полтора года с того времени как я записал пять роликов посвященных этому сервису сервис изменился его вторая версия перестала быть бетой и стала наконец полноценной версией и пришло время записать дополнительный ролик который опишет те нововведения которые появились в этом сервисе и как теперь с ним работать сегодняшний ролик не будет таким длинным как предыдущие пять роликов я лишь вкратце опишу то как теперь можно работать с этим сервисом и что надо сделать для простейшей работы в бесплатном режиме и записи роликов в видеофайл сейчас мы находимся на главной странице нашего сервиса первое что вы можете сделать это посмотреть на английском языке ролик который описывает как работать со Screencast-O-Matic но мы не будем смотреть этот ролик итак что нам нужно для того чтобы работать с этим сервисом сервис функционирует как в платном режиме так и бесплатном ну давайте посмотрим опции платного и бесплатного режима вот они эти опции опция бесплатного режима это не более 15 минут записи запись экрана и веб-камеры публикация на YouTube публикация в видеофайл ну и здесь не указана также возможность публикации на собственный облачный сервис Screencast-O-Matic если вы приобретаете дополнительную опцию за 15 долларов в год то вы можете пользоваться расширенными функциями такими как удаление логотипа Screencast-O-Matic с вашего ролика можете записывать продолжительные файлы продолжительность которых зависит только от объема вашего жесткого диска можете записывать дорожку с системным звуком те кто привык работать с приложением Camtasia Stadia знают что это там типовая опция ее можно выбрать и компьютерный звук будет воспроизведен вместе с вашим голосом например когда вы показываете ролик с YouTube то звуки будут микшироваться ну а в свободной версии этого звука просто не будет очень важно в Pro версии есть редактор простой редактор видео в этой версии также можно рисовать на экране и его увеличивать есть возможность публикации в Google Drive Vimeo и Dropbox ну и также есть опция производства скриншотов вместо записи видео ну а теперь вернемся к нашему экрану и собственно начнем запись для этого просто нажимаем на клавишу Start Record обращаю внимание что для этого не требуется ни регистрации на сервере ни каких-то других операций просто нажимаем на эту синюю кнопку и загружается рекордер ScreenCustomatic сейчас мы увидим что он появится на экране вот через некоторое время он появился и сразу появилось некоторое предупреждение настройка опций окошко настройка опций и сейчас мы посмотрим что это такое ну во первых на самом верху экрана мы видим три возможных варианта записи только экрана это то что сейчас есть записи с веб-камеры не буду сейчас нажимать на эту кнопочку ну и записи веб-камеры одновременно с экраном мой выбор всегда это просто выбор записи с экрана следующая строчка здесь просто выскакивает предупреждение что больше 15 минут записывать нельзя это ограничение бесплатного режима следующая строка это выбор размеров я установил здесь заранее размер 720p это размер 1280 на 720 пикселей можно еще выставить размер Active Window тогда этот размер установится ровно по окошку но я не хочу этого делать обращаю ваше внимание опять для тех кто знаком с записью роликов в Camtasia Stadia там можно включить одновременно режим 720p и Active Window при этом активное окошко устанавливается ровно заказанный размер 1280 на 720p здесь эти режимы можно включить только по отдельности поэтому я заранее окошко выставил в режим 720p и установил его так что при записи ровно это окошко и будет записано следующий важный пункт это выбор микрофона вот как вы видите у меня целых 4 микрофона и тут есть один неприятный нюанс интерфейс ScreenCustomatica не может воспроизводить русские буквы поэтому если у вас русская операционная система и там название ваших микрофонов в этой системе существует на русском языке но как известно это не вы задаете эти названия эти названия приходят из драйверов то вот здесь отображаются вот такие вот странные буквы поэтому ориентироваться вы можете только по английским буквам в названии микрофонов вот я вижу здесь например у меня есть один микрофон с моей веб-камеры C270 и второй микрофон которым я сейчас пользуюсь это микрофон моей USB гарнитуры остальные два микрофона это микрофоны которых реально не существует но есть гнезда этих микрофонов ScreenCustomatica их видит это микрофоны моей звуковой карты один разъем располагается на главной панели моего системного корпуса а второй разъем позади системного корпуса ну вот я оставлю тот микрофон который есть он в настоящий момент рабочий и именно с него я веду запись компьютерное аудио у нас сколько мы здесь не нажимаем ничего нельзя сделать потому что в бесплатной версии оно не работает ну можно дополнительные опции настроить но они здесь не такие важные мы о них не будем говорить а давайте лучше сразу приступим к записи чтобы приступить к записи надо нажать на кнопочку с надписью record давайте это сделаем начинается отсчет и вот с этого момента пошла запись ролика уже внутри скринка автоматика ну у меня очень простой тестовый пример я сейчас буду переключаться между различными фотографиями и имитировать запись тестового ролика итак на этом закончим запись тестового ролика я нажимаю на кнопочку синюю кнопочку паузы обращаю ваше внимание что я могу продолжить запись ролика вот например еще раз нажав на рекорд опять идет отсчет и я продолжаю запись тестового ролика а теперь завершаю я снова нажал на кнопку пауза и так я могу несколько раз начинать и продолжать ролик более того вот здесь вот я могу его прослушать и вот с этого момента пошла запись ролика уже внутри скринка автоматика я также могу перемотать точку с которой я хочу возобновить запись в любой момент из тех остановок которые я делал либо в самый нулевой момент либо в момент первого останова либо в момент самого последнего останова ну допустим все я считаю что я свой ролик записал какой следующий у меня выбор я могу этот ролик либо стереть нажав на кнопку с изображением мусорного бака либо нажать на кнопку дан и с этого момента мы перейдем в режим сохранения ролика вот давайте это я сейчас и сделаю открылось новое окошко в котором можно проиграть полученный ролик и сохранить его ну давайте попробуем проиграть немножко ролика я нажимаю и я продолжаю запись тестового ролика а теперь завершаю ну вот такой простой проигрыватель и три возможности сохранить видеофайл сохранить в облачный сервис скринка автоматика и сохранить непосредственно на youtube вторые два примера я рассматривать не буду они явно носят дополнительный характер я считаю что самый хороший выбор это сначала сохранить видео в виде mp4 файла а потом уже с ним можно сделать что угодно в том числе записывать на youtube и куда угодно поэтому рассмотрим только этот вариант я нажимаю на кнопку save as video file такое вот окошко настройки в котором можно выбрать формат файла вот предлагается mp4, avi и flv оставляем mp4 конечно как самый употребимый здесь мы можем выбрать название файла я напишу слово тест я могу выбрать папку в которой хочу сохранить мое видео по умолчанию стоит рабочий стол десктоп ну и пусть он остается меня вполне устраивает в настоящий момент этот выбор я могу настроить курсор например сделать курсор невидимым при воспроизведении ролика сделать курсор подсвеченным как он сейчас или сделать курсор обычным какой он есть в виде стрелочки вот я делаю как было подсвеченный курсор и еще я могу добавить к записи титры как это сделать было записано в тех роликах которые я делал полтора года назад не буду повторять этого действия оно достаточно длительное и в общем-то я считаю что не имеет смысл накладывать титры непосредственно в скрин кастоматике лучше это сделать при погрузке файла в youtube дело вкуса на самом деле тем не менее будем считать все настройки я сделал и нажимаю на вот эту зеленую кнопочку publish файл сохраняется на мой компьютер файл сохранился теперь я могу проиграть этот файл посмотреть папку скопировать путь на этот файл либо ничего больше не делать вот я нажимаю на дан и теперь уже просто двойным нажатием на файл запускаю проигрыватель и вот с этого момента пошла запись ролика уже внутри скрин кастоматика ну у меня очень простой тестовый пример я сейчас буду переключаться между различными фотографиями и имитировать запись тестового ролика и так на этом закончим запись тестового ролика я нажимаю и я продолжаю запись тестового ролика а теперь завершаю ее мы провели полный цикл записи ролика при помощи скрин кастоматика дополнительные возможности не настолько существенные чтобы мы уделили им внимание я думаю что этого ролика вполне достаточно чтобы начать работать с этим замечательным сервисом и использовать его спасибо за внимание встретимся в новых учебных роликах ну вот такой краткий экскурс в запись учебных роликов при помощи сервиса скрин кастоматика теперь давайте давайте посмотрим какие еще инструменты существуют что я вам советую использовать можно использовать вот такие вот инструменты сейчас мы их вкратце рассмотрим фрискрин рекордер этот инструмент я просто называю это абсолютно свободный инструмент его можно скачать можно попробовать ну вот я вам советую на самом деле из этих двух абсолютно свободных инструментов использовать второй айспринг фрикам сейчас я о нем мы о нем поговорим ну а эти два инструмента немножко отличаются и по поводу них чуть потом и так свободный инструмент который называется так ну вот здесь вот только ссылка на этот инструмент фрискрин рекордер а чуть-чуть более подробно о инструменте айспринг фрикам вот ссылка на него по которому по которой можно скачать айспринг это компания которая занимается у которой есть большое количество продуктов связанных с онлайн обучением и лмс и средства для создания курсов ну вот в частности один из ее продуктов является абсолютно свободным это рекордер который называется аспринг айспринг фрикам прелесть этого продукта в том что он на русском языке обладает минимальным набором необходимого для записи настройка его во многом похожа на то о чем я сейчас вам рассказывал применительно к скринкастоматику ну кроме всего есть еще замечательная полная документация на русском языке это правда не видео урок но настолько полный и подробный что можно прямо вот с листа начать работать почитать и начать работать в принципе даже без нее если вы уже поработали с какими-то продуктами для записи вы уже примерно понимаете что что будет в настройках в настройках будет примерно то же самое что и в мы сейчас рассматривали для продукта скринка автоматик в общем я вам советую этот продукт скачать себе и иметь по крайней мере до тех пор пока вы не вырастите до какого-нибудь более продвинутого продукта например для до камтазии стадия о которой мы поговорим в конце нашего вебинара сегодняшнего итак вот этот мой вам совет со скринка автоматика начать понять как это все делается потом перейти на iSpring FreeCam хотя бы потому что он не оставляет логотипа при записи вашего ролика ну скринка автоматик тоже оставляет такой достаточно неназойливый логотип в левом нижнем углу тем не менее он не украшает вашу запись вот то есть iSpring FreeCam это на мой взгляд один из лучших выборов для начального уровня занятий записями учебного видео следующий инструмент который я часто советую не только в этом нашем вебинаре это Monosnap и этот инструмент стоит особняком среди всех инструментов посвященных записи на самом деле это не столько рекордер сколько скриншотер так называемый то есть это инструмент который позволяет делать он не предназначен для записи видеороликов которые потом будут где-то размещены как стационарные объекты то есть его конечно можно использовать и так в нем есть почти все то же что нам надо он очень простой но в принципе он предназначен немножко для другого он предназначен для создания скриншотов и очень коротких учебных роликов которые применяются здесь и сейчас то есть для того чтобы в процессе индивидуальной ну или групповой консультации сделать видеоролик короткий допустим 15 секунд или 30 секунд чтобы указать какие 2-3 кнопки нажать на интерфейсе можно поверх видео рисовать вот такие вот стрелочки которые сами пропадают секунд через 5 примерно вот и вот таким вот образом что-то пояснить здесь и сейчас потом этот ролик вы можете сразу же записать в в облако моноснепа и получить ссылку на этот ролик и уже этой ссылкой вы можете поделиться в чате или или где-то еще вот то есть это очень удобный инструмент но это инструмент уже скорее не для создания учебного контента а для осуществления взаимодействия между преподавателем и слушателем вот современное взаимодействие между преподавателем и слушателем это не только чат не только какие-то асинхронные мероприятия связанные например с форумом или даже с ответом по электронной почте но и мгновенные ответы в виде изображений и мгновенные ответы в виде коротких видеороликов вот для этого у нас снэп очень хорош ну и последнее о чем сегодня да ну вот так вот примерно выглядит например можно в процессе создания видеоролика делать вот такие вот отметки примерно да рисовать такие вот всякие дополнительные дополнительные элементы ну чаще всего это просто стрелочка которая указывает на тот объект на экране на который надо обратить внимание ссылка на этот продукт тоже приведена из моей презентации можете его посмотреть установить и посмотреть ну вот последние два продукта собственно даже не последние а все из пока упомянутых продуктов это очень простые приложения их можно вполне ставить они ваш компьютер не отяготят собой можно их поставить все и попробовать какой из них вам подойдет больше ну и наконец последний инструмент который собственно я использую чаще всего и который вам советую он однако не не бесплатен но он совершенно замечательный это инструмент который называется Camtasia Stadia ну вообще говоря это слово произносится как Camtasia но в России прижилось такое более буквальное аллитерация Camtasia Stadia сейчас в ходу девятая версия этого продукта уже девятая версия этот продукт предназначен для полного цикла работы со скринкастами включая и этап монтажа в чем прелесть этого инструмента в том что он специально сделан для преподавателей преподавателей в широком смысле для тех кто пишет скринкасты для разных целей соответственно предполагается в самой постановке цели это целеполагание этого инструмента содержится положение о том что это инструмент не для профессионалов видеоредакторов а для людей для которых основным занятием является другое а вот скринкаст в их работе является не конечной целью а промежуточным результатом то есть вам надо обучать людей скринкаст вы применяете для этого вот поэтому в этом инструменте произведены следующие действия из всего функционала который располагает профессиональные видеоредакторы убрано все то что является чрезмерным а при этом оставлен достаточно большой функционал и он сделан по возможности простым в использовании не специалистами конечно Camtasia Stadia на 90% это мощный видеоредактор для вот этих вот наших учебных целей но в нем есть и хороший рекордер рекордер этот ну вообще говоря мало отличается от того что мы сейчас изучили но есть некоторые приятные дополнения в нем как я уже говорил сейчас в ходу девятая версия и ее вы можете скачать trail версию на 30 дней можете скачать по вот этой вот приведенной ссылке это полнофункциональная версия вот единственное что при сохранении результата достаточно большой и неприятный логотип Camtasia прямо по центру воспроизводится но для того чтобы понять как это работает вам это не очень сильно помешает сам продукт стоит 199 долларов это конечно не не дешево не бесплатно но с другой стороны по сравнению с остальными видеоредакторами профессиональными это примерно на порядок меньше то есть среди видеоредакторов это одно из самых дешевых решений и при этом как я уже сказал нам собственно больше и не надо нам вот преподавателям как правило больше и не надо чем же как как же производится запись в Camtasia ну Camtasia это полноценное приложение с богатым интерфейсом который мы сейчас рассматривать не будем вот сейчас я окошко воспроизвел одного из экранов ну важно понять что в этом приложении на самом видном месте в левом углу есть большая ну не такая уж большая но красная и очень видная кнопка под названием запись вот когда вы ее нажимаете все это приложение уходит в фон а появляется вот такая вот такая вот небольшая планочка в которой все те же настройки о которых мы с вами с вами говорили первое что можно сделать это настроить окно отображения или область выбрать область экрана тут все примерно так же как скрин кастоматики есть еще одно очень приятное дополнение которое называется lock to application который позволяет вам выбрать окно того приложения которое вы будете сейчас записывать будь то браузер или воспроизведение презентации либо еще что-то ну и совместно с одним из этих выборов например с вот этим когда вы делаете lock to application ваше окошко автоматически преобразуется к вот этому размеру стандартному и дальше уже можно производить запись здесь вы можете включить камеру вы можете выбрать и настроить микрофон обращаю ваше внимание что здесь вот все так же как в скрин кастоматике но все по-русски можно нормально выбрать здесь тот же набор микрофонов который был там кроме того можно сделать выбрать выбор не записывать вообще звук ну и еще есть выбор записать системное аудио можно его записывать или не записывать системное аудио это все то что воспроизводится в колонке вашего компьютера в тот момент когда вы играете когда вы производите запись например если вы в процессе своей записи запустили какой-то ролик с ютуба то его звук не попадет в запись если вы не взвели вот эту вот галочку в процессе записи можно использовать инструменты рисования но для этого надо сначала их включить включить так вот как здесь написано сначала выбрать tools это все мы делаем еще до записи да выбрать здесь recording toolbars и здесь выбрать поставить галочку где написано эффект вот в этом по умолчанию эта галочка выключена ее надо включить тогда вы будете располагать возможностями рисовать что-то поверх экрана ну и собственно процесс записи пошел после того как мы нажали на вот эту красную большую кнопку преобразуется вот эта панелька вот в такой вот вид здесь длительность вашей записи здесь регулировка аудио которую конечно надо сделать до записи но и в процессе записи подстроить тоже можно не останавливая ее ну и здесь вот эти эффекты рисования о которых я говорил вот они как только вы нажимаете на кнопочку screen draw происходит расширение панели панели это по-русски по-русски и гергория она сам и длительность занимает камин по-русски это очень очень Lazio это это все хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... In this tutorial, I'm going to share some tips to help you have a successful recording session with Camtasia. These tips should save you a lot of time editing down the road and give you a much better quality video in the end. First tip, clean up your computer. Unless you'll be recording a full-screen application or a presentation that hides everything else, make sure what your viewers see on your computer desktop isn't distracting. Try closing any applications you're not using. Also, move the icons off of your desktop. If you have two monitors, it makes it really easy to just drag them to the monitor that you won't be recording. Or put them in a temporary folder somewhere else. You can always move them back later. Finally, if your background is too colorful or consists of family pictures or funny comics, consider changing it to something a little less distracting. The next tip pertains to planning and involves either writing out a script or preparing a detailed outline. A script helps you organize everything you want to include in your video and make sure that your language is exact and concise. Some people just have a gift and can press record and start talking to create a great video. For me, not so much. I tend to create longer videos, say um a lot more, and jump around to different topics instead of staying focused on the main goals of the video tutorial. Part of writing the script or outline involves doing a practice run-through of your recording. This is very helpful, so that you can make sure that your video flows well and you aren't surprised if something unexpected happens during the real recording. To see an example script, please download the sample below and use it with this Getting Started series. The final tip in this tutorial is about audio quality. Use a decent USB microphone in a quiet setting. Whether it's a headset or desktop microphone, USB is the way to go, and is going to give you better sounding audio. Also, be aware of your surroundings and stay clear of the noisy heat bed, doors opening and closing, and other noises that may get picked up by your microphone. I'm sure we could come up with more tips to share, but I think the three we've covered are a great start. Now, you should be ready to record your screen, which happens to be the next video in this series. If you have any feedback or wish to share a tip of your own, please follow this link to a short survey. Thank you very much. советы перед записью важно да то что надо почистить свой рабочий стол убрать все лишнее убрать звуки и так далее ну а теперь давайте повторим то что я вам сказал тут про запись в камтазе стадия при помощи моего немого скринкаста немого в том смысле что видеоряд будет происходить на вашем экране а я буду комментировать час в реальном времени все что происходит итак мы начинаем запись скринкаста в камтазе стадио для этого нажимаем на кнопочку запись появляется рекордер вот он внизу для начала выбираем область экрана 720p я выбираю и лог логту делаю логту application при этом наше окошко идет устанавливается прямо по размеру записи при необходимости включаю камеру вот она я включил сейчас внизу чуть-чуть помахаю рукой вам выключаю потому что это не мой рабочий режим просто показываю как это сделать регулирую микрофон выбираю нужный микрофон выбираю в данном случае не записывать системное аудио регулирую громкость микрофона так как мне это необходимо я как правило выставляю там 50 или 70 процентов дальше выбираю эффекты чтобы иметь возможность рисовать процессе записи видео включая собственно запись идет отсчет 321 запись начинается начинается отчет вот теперь показываю как пользоваться элементами рисования вот так вот можно использовать произвольный инструмент можно использовать какой-то другой инструмент например рамочку можно поставить маркер не будем говорить о том что это такое это очень удобно в контазе можно в процессе записи ставить маркеры и потом отрабатывать эти маркеры в процессе редактирования файла ну вот и теперь попробуем нарисовать кружочек сейчас мы остановили запись и снова и запустили все наша запись сделана нажимаем на стоп и автоматически получаем нашу запись внутри уже редактора она помещена ее можно редактировать но сделаем еще несколько действий обращаю ваше внимание что запись расположена по дорожкам звук с микрофона расположен отдельной дорожкой кроме того внутри внутри дорожки визуальной есть еще запись соединенная запись системных звуков сейчас мы разделим эти дорожки но это уже такая дополнительная информация связанная с разделить дорожки так у нас появилось три отдельные дорожки это видеоряд и две звуковые дорожки наша и звук звук микрофона все удаляем чтобы провести привести все в первоначальное состояние все с чего мы начали тем мы и и закончили вот кратко о том как собственно проводить запись камтазе стадио к сожалению нет времени для того чтобы полностью рассказать вам о этом замечательном продукте камтазе стадио у меня на моем курсе рассказ об этом продукте занимает 34 полных больших вебинара вот но в данном случае у нас тема наша запись и мы ее собственно исчерпали и так мы с вами сегодня познакомились с несколькими бесплатными и с одним платным средством для записи учебных роликов ну и в конце своего вебинара позвольте вам немножко себя прорекламировать 6 февраля начинается мой большой традиционный курс который называется профессиональная разработка электронного учебного контента полную информацию об этом курсе вы можете получить по вот этой вот ссылке курс традиционно организуется совместно с компанией ракурс вот кто из вас хочет может на этот курс прийти это полностью переработанный курс прошлого года много новых там кстати есть три темы посвященные учебному видео и как раз тема монтажа в камтазе стадию там освещена подробнее курсы себя представляет 12 вебинаров 12 тем в нашем курсе плюс 5 дополнительных тем множество примеров инструкции пошаговые инструкции каждому каждой из тем домашнее задание каждой из каждому из домашних заданий инспошаговая инструкция по выполнению практикума вот в четвертый раз я уже запускаю этот курс вместе с компанией ракурс это один из не один а это самый популярный мой курс который всегда собирает достаточно много народа так что если вам интересно милости про милости прошу на свой курс для более подробного изучения вопросов электронного учебного контента ну что ж это мой последний вебинар на в этом учебном году в это прошу прощения в этом году в этом календарном году в следующем году будет еще много моих вебинаров не только моих разумеется напоминаю что до вопросы по ходу задавались кстати вот в во вкладке вопроса был интересный вопрос я на него ответил можете посмотреть там ссылку на один из пред на один из предыдущих вебинаров пока я завершаю вещание можете задавать свои вопросы я думаю что сегодня у нас состоялось такое хорошее штатное завершение темы учебного видео по какой ссылке запись пока записи нет запись будет я так полагаю где-то сегодня к ночи уже сделано ближе немгновенно делается запись как получить сертификат сертификат вас сам найдет придет на ваш адрес по которому вы зарегистрировались ну что ж я вас поздравляю с наступающим новым годом и рождеством завтра у нас не забываем завтра у нас еще последний вебинар вебинар татьяна телегины последний вебинар в этом году а в новом году нас ждут еще много интересных вебинаров обширная программа наш принцип в это вебинар каждый день и мы будем стараться его придерживаться прямо вот до конца июня восемнадцатого года ну что ж коллеги спасибо за то что пришли хороших вам вам праздников и приходите на наши вебинары не а а а а а а а а а Продолжение следует...